Доброе утро, глубоко уважаемые коллеги. Очень приятно видеть такой полный зал. Итак, сегодня мы с вами поговорим о, скорее, тактических вопросах, связанных с использованием биопсии страживых лимфоузлов при раке эндометрии. Мы не будем говорить о самой технологии на этом конгрессе. Этим вопросом была посвящена целая секция. И что мы хотим получить, проводя хирургическую оценку состояния лимфоколлекторов при любом раннем раке? В первую очередь, конечно, мы решаем диагностическую задачу. Мы хотим понять, есть ли метастазы в лимфатических узлах или нет. И на самом деле до сих пор гистологическая оценка, гистологическое исключение метастатического поражения лимфоколлекторов остается наиболее точной. Потому что ни КТ, ни МРТ, ни ПЭТ-КТ, ни один современный метод лучевой диагностики не может превзойти по точности гистологическое исследование удаленного лимфатического узла. Это понятно. Естественно, решение этой диагностической задачи выводит нас на второй уровень. Мы можем повлиять на тактику лечения, потому что мы меняем стадию. Это понятно, это очевидные вещи. Менее очевидный и более сложный является другой вопрос. Является ли наше воздействие, оказывает ли наше воздействие лечебное действие? Можем ли мы таким образом повлиять на прогноз пациентки, просто выполнив некое вмешательство на лимфоколлекторе? Попробуем обсудить эти вопросы. Начнем с более простого и более очевидного. Это диагностика. Итак, исследований по сторожевым лимфатическим узлам при раннем раке эндометрия довольно много. На всех мы останавливаться не будем. И, так сказать, одно из первых крупных проспективных исследований, представленное в 2017 году, исследование ФАРС, продемонстрировало те цифры, которые вы будете видеть плюс-минус во всех исследованиях, посвященных сторожевым лимфатическим узлам. По крайней мере, один сторожевой лимфоузел обнаруживается у 86-90% больных по другим исследованиям. В этом исследовании 86%. Чувствительность метода 97%. Предсказательная ценность отрицательного результата 99,6%. Биопсия сторожевого лимфоузла не выявила поражения лимфоузлов у 3% больных с метастазами. Довольно высокие показатели, демонстрирующие диагностическую надежность метода. Это результаты исследования. Сводный анализ – это метаанализ почти 5 тысяч больных. И вы видите правое разброса. Это специфичность. Она крайне высокая. Она приближается к 100%. Ну, в общем-то, действительно, специфичность – это такой показатель. С учетом того, что мы проводим гистологическое исследование, довольно сложно найти метастаз при гистологическом исследовании у пациента, у которого этого метастаза нет. Поэтому специфичность этого метода практически 100%. Чувствительность. Чувствительность высокая. И в среднем она, по данным этого метаанализа, составила 96%. Но вы видите, да, здесь уже появляется разброс. Это левые данные, представленные слева. Здесь уже появляется разброс. И вот это мы сейчас обсудим. Я здесь процитирую рекомендацию НССН, наиболее актуальная версия, 1.20.24. Эта рекомендация, ну, она, почему цитирую, потому что она абсолютно, скажем так, точна. И более того, она не нова. Она в таком виде существует на протяжении уже нескольких последних лет. Ключ к успешному применению биопсии сторожевых лимфоузлов – точное исследование алгоритму. И точное исследование алгоритму подразумевает выполнение тазовой лимфоденоктомии на стороне, где сторожевой лимфоузел не картирован. И удаление любых увеличенных или подозрительных лимфоузлов, обнаруженных во время операции, независимо от картирования. Так выглядит этот алгоритм. Алгоритм старый, алгоритм 2012 года, и это алгоритм Memorial Sloan Catering NCCN. И вот в таком виде он уже на протяжении последних 10 лет существует и в публикациях, и в рекомендациях НССН. Скажем так, никакого общего универсального алгоритма пока нет. И в основном он был разработан первым, и дальше основные последователи этого движения биопсии сторожевых лимфоузлов пытаются придерживаться этого алгоритма. Безусловно, в какой-то степени сейчас он уже устарел, потому что пункт 1, вы видите, смыв из брюшины, мы уже сейчас не выполняем. Но, тем не менее, вот, собственно говоря, вот эти 4 пункта относятся к сугубо хирургическим действиям. Первое. Ревизия брюшной полости. Как только выявляется диссеминация за пределами матки, технология сторожевых лимфоузлов у нас неприменима, потому что мы выходим из позиции раннего рака сразу же. Номер 2. Удаление любых подозрительных лимфоузлов, которые вы обнаруживаете при ревизии, независимо от того, картированы они или не картированы. И номер 3. Если половина таза не картировалась, сторожевой лимфоузел на этой стороне не выявлен, с этой стороны нужно делать лимфоденоктомию. Очень интересная работа. Посмотрите, пожалуйста, то, что мы видели выше, это результаты исследования. То, что мы видим здесь, это некие проспективные, ретроспективные работы, некоторые не очень большие. Это, по сути, анализ клинической практики. То, что делали, начинали набирать опыт или больше опыта, мы видим здесь почти 500 больных в исследованиях, в реальной клинической практике. И вот тут обращают на себя внимание очень интересные вещи. Частота ложно-отрицательных результатов. Разброс от 0 до 57% в реальной клинической практике. Соответственно, чувствительность, как обратная сторона вот этого показателя, разброс от 43 до 100. В среднем частота ложно-отрицательных результатов 19%, чувствительность, соответственно, 81%. И вот авторы этого анализа проанализировали причины вот этих ложно-отрицательных результатов в отношении следования протоколами Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Это представлено на вот этой части таблицы. И что получилось? Если бы авторы этих исследований точно выполняли все рекомендации протокола, то вот этот вот разброс ложно-отрицательных результатов уменьшился с 0 до 17%, а чувствительность бы повысилась в интервале, оказалась в интервале 83-100. И если мы подведем среднее, то получим те цифры, которые получаются в идеальной среде, в исследованиях. Потому что все-таки исследования, клинические исследования – это некая идеальная среда, реальная клиническая практика – это немножко другое. И в этой ситуации, если нивелировать отклонение от алгоритма, мы получаем очень хорошие цифры в виде чувствительности 95% и частоты ложно-отрицательных результатов 5%. На самом деле, основные причины, если проанализировать уже правую часть этой таблицы, основные причины отклонения от протокола – это невыполнение лимфоденоктомии на той стороне таза, на которой сторожевой лимфоузел не был выявлен. Потому что мы знаем, что сейчас стандартом является определение сторожевых лимфатических узлов в тазу, и, соответственно, должны быть картированы обе половины таза. Коротко остановлюсь на той позиции, которая не внесена в наши рекомендации, но, тем не менее, она фигурирует в европейских рекомендациях, она фигурирует в американских рекомендациях. Это допустимость выполнения биопсии сторожевых лимфоузлов при раке эндометрии высокого риска. Это работа 430 больных с высоким риском прогрессирования ранними стадиями рака эндометрии. И здесь, в этой группе больных, чувствительность метода, на слайде представлена чувствительность метода, составляет 92%. Она довольно высокая. Теперь второй, но не менее интересный этап. Хирургически мы получили этот узел, выполнили все необходимые требования по биопсии сторожевого лимфоузла. Теперь наступает второй этап. И второй этап тоже немаловажен. Это гистологическое исследование, которое в данном случае в протоколе Memorial Sloan Kettering выглядит так. Это гистологическое исследование всех картированных сторожевых лимфоузлов с ультрастадированием. Ультрастадирование рака эндометрии не стандартизовано. Стандартного протокола нет. До сих пор нигде. Это просто пример, приводимый здесь на слайде. Два разных варианта ультрастадирования. Что такое ультрастадирование? Идея в следующем, что помимо стандартных срезов, которые идут каждые 2 мм, через лимфатический узел, весь узел режется с интервалом каждые 2 мм, дальше в этом срезе в толщине 2 мм делаются дополнительные уровни. Шаг разный. Вот здесь, например, представлен шаг в 250 мм. При этом с каждого шага делается два стекла. Одно на окраску гематоксиринозином, стандартную. Второе остается для потенциального иммуногистохимического исследования. При этом, как только мы обнаруживаем опухоль, исследование заканчивается. Если опухоль не обнаруживается в данном срезе, следующий срез с этого уровня окрашивается смесью антителокцит и кератином для того, чтобы продублировать это исследование иммуногистохимическим срезом. Однозначно, это крайне трудоемкая, длительная, дорогостоящая история. И об этом, собственно говоря, говорят все, в том числе и наши зарубежные коллеги. Поэтому, естественно, вся работа сейчас, скажем так, направлена на то, чтобы как бы стандартизовать и упростить протокол и, скажем так, обеспечить минимальную безопасную гарантию. Пока никто сказать, как это нужно делать правильно, не может. Но в большинстве исследований, посвященных изучению стражевых лимфоузлов, иммуногистохимическое исследование входит в большинстве, не во всех. Что дает вот такое тщательное, скажем так, тщательная оценка состояния лимфатического коллектора? Мы прицельно выявляем узел, а потом еще его очень тщательно исследуем гистологически. По сравнению, стазовая лимфоденектомия, это один из результатов. Чего мы можем ожидать? При низком промежуточном риске, в частности, выполнение биопсии стражевых лимфоузлов повышает вероятность обнаружения метастазов в три раза. С 5 до 16%. Это много. За счет чего это происходит? Если мы анализируем уже непосредственно группу больных с метастазами в стражевые лимфатические узлы, то выясняется, что вот это вот преимущественно, ну, скажем так, не большая часть, но большая часть вот этих метастазов в среднем 39% выявляется за счет именно ультрастодирования. Разброс по данным исследованиям от 10 до 60% то, что дает ультрастодирование при исследовании уже стражевых лимфоузлов. Это большая цифра. И, естественно, поскольку эти метастазы выявляются при ультрастодировании, то выявляются здесь в первую очередь либо микрометастазы, либо изолированные опухолевые клетки. Возникает следующий вопрос. Да, безусловно, вот эта вот история отделения на микро- и макрометастазы при раке эндометрии, она входит в классификации. Она появилась в классификации ФИГО 2023 года. Это первое. Пока эта классификация не имеет аналога ТНМ Международного Противоракового Союза, поэтому мы ее сейчас пока еще не используем в нашей практике. Но ТНМ-овская версия, я надеюсь, как бы, ну, это широко известный факт, что ТНМ существует в двух версиях. Мы используем то, что разрабатывает Международный Противораковый Союз, а Северная Америка использует то, что разрабатывает Американский Объединенный Комитет по изучению рака. И вот они в своем восьмом пересмотре в 2017 году вот эту позицию по микро-макрометастазам в лимфатических узлах уже ввели. Обратите внимание, я думаю, что ровно то же самое появится в UACC. Изолированные опухолевые клетки, обнаруженные в лимфатических узлах, но в первую очередь в сторожевых, не меняют индекс П. Он остается Н0, в скобках указывается Ай плюс. Стадии в целом меняться не будет. Это не будет третья С стадия. Это останется первая А, первая Б, вторая и так далее. Просто будет вот такой индекс ПН0, Ай плюс. Дальше градацией является макрометастаз больше 2 мм, микрометастаз интервал от 0,2 до 2 мм и изолированные опухолевые клетки. Это либо менее 200 опухолевых клеток, либо не более 0,2 мм скопления. Это изолированные опухолевые клетки. Следующий немаловажный вопрос, а что означают вот эти тонкости для нас с вами, потому что мы лечим больных. Что дальше с этим делать? Создается впечатление, безусловно, более тщательно анализ будет проведен позже, когда все-таки накопится еще больше данных в отношении вот этих позиций, в отношении того, как все это ведет в условиях разных вариантов адювантного лечения, плюс сюда еще наложится молекулярная классификация. Вот это все пока очень-очень ранние и, скажем так, предварительные данные. Создается впечатление, что да, риск рецидива, в целом риск рецидива болезни при наличии микрометастазов изолированных опухолевых клеток повышается. Но что интересно, что проведение адювантного лечения при наличии вот такого микрометастатического поражения сторожевых лимфоузлов статистически значимо, на риск рецидива не влияет. Второй момент, что если мы рассматриваем группу больных, которым адювантное лечение не проводилось, и у кого-то естественно оно не проводилось с больным, у которых нет микрометастазов, и больные не проводилось такое лечение у больных с микрометастазами, вы видите, тренд к увеличению рецидива в группе с микрометастазами есть, но статистической значимости он не достигает. Что это означает? Это означает то, что адювантное лечение мы продолжаем назначать по целому ряду факторов. Микрометастатическое поражение в этой ситуации далеко не единственный фактор, по которому назначалось адювантное лечение в этих исследованиях. И, по-видимому, те дополнительные факторы, прогнозы, по которым назначали адювант в этих клинических ситуациях, существенно перевешивали по клинической и прогностической значимости вот этот фактор. Ну и более привычная для нас картинка в виде кривых выживаемости. и здесь мы видим, что на безрецидивную выживаемость слева это график для рака эндометрия в целом, справа это только эндометриоидный рак. Мы видим, что статистически значимо падает выживаемость только при макрометастазах. Все остальное отсутствие микрометастатического поражения, изолированные опухолевые клетки и микрометастазы все эти кривые сливаются друг с другом. И вот здесь мы с вами переходим к следующему вопросу. А что оказывает лечебное воздействие? Ну, наверное, пиопсия сторожевого лимфоузла может оказать лечебное воздействие, но только в одном случае, если это был один-единственный метастаз. И продолжая то исследование, которое было на предыдущем слайде, посмотрите, частота рецидивов, но это понятно из кривых, в группе макрометастазов в пять раз выше, чем в группе больных без поражения сторожевых лимфоузлов. И как мы понимаем, они прогрессируют в том числе и в регионарном лимфоколлекторе, несмотря на дальнейшее проводимое лечение. лимфоузлов. здесь мы начинаем пересекаться со сложностями, мы до начала сессии обсуждали это с коллегами, как раз в имеющихся рекомендациях. в последних рекомендациях ЭСГЭСТР 2020 года есть такой пункт, да, с очень низким уровнем доказательности 4b, звучит он следующим образом, что при выявлении во время операции метастазов в тазовых лимфоузлах лимфодиссекция не показана, целесообразно только удаление макрометастазов, но это отрицать довольно сложно, потому что неудаление макрометастазов в семь раз повышает риск смерти от рака эндометрия и выполнение, ну там даже не написано поясничной лимфодинктомии, там написано оценка поясничного лимфоколлектора, вот каким образом можно оценить поясничный лимфоколлектор, дальше это не трактуется. Тем не менее, нельзя сбрасывать со счетов, то есть мы уже уходим от раннего рака эндометрия, понятно, да, потому что как только мы начинаем выявлять метастазы, мы с вами сразу уходим в категорию как минимум третьей стадии, вот, мы не можем сбрасывать со счетов те анализы, которые были проведены, да, они были проведены давно, но тем не менее, на тысячах больных было показано, что, а это уже больные третьей стадии, это больные с метастатическим поражением регионарного лимфоколлектора, что чем тщательнее выполняется им лимфодинктомия, тем лучше они живут. При этом эта история работает даже в ситуации массивного поражения лимфоколлектора у больных с пятью и более метастазами в лимфатических узлах. Я не могу, скажем так, никоим образом, несмотря на имеющиеся европейские рекомендации, я не могу для себя отрицать важную прогностическую роль лимфодинктомии у больных с метастазами в лимфоузлах. На мой взгляд, это единственный, скажем так, значимый шаг, который позволяет серьезно изменить прогноз у этих больных. В связи с этим, несмотря на то, что рабочая группа русская подвергалась серьезной критике, но несмотря на все это, с учетом всех изложенных фактов при обсуждении на нашем заседании, мы по-прежнему оставили ту же позицию в 2023 году, что и была раньше. В отношении биопсии сторожевых лимфоузлов допустимо при первой клинической стадии исследование считается информативным, если сторожевые лимфатические узлы выявлены в малом тазу с обеих сторон, мы подчеркиваем необходимость и псилатеральной лимфоденоктомии, если сторожевой узел не картирован на какой-то стороне таза, мы отмечаем необходимость ультрастадирования, если эта технология используется в клинической практике, и несмотря на точку зрения наших европейских коллег, указываем, что при выявлении метастазов сторожевых лимфатических узлов целесообразно выполнять региональную лимфодисекцию. Эта позиция осталась в рекомендациях русском. Мы не ввели исследование сторожевых лимфоузлов при высоком риске, вы видите, только при промежуточном риске прогрессирования. Это было сделано сознательно в связи с тем, что мы видим основное препятствие сейчас на данный момент в развитии этой технологии в стране, это некачественное гистологическое исследование. К сожалению, только что доктор говорил о том, что есть трудности с иммуногистохимической диагностикой в отношении молекулярной классификации. А здесь вообще другая история. Мы должны красить последовательно какое-то количество, может быть, десятки стекол, проводить иммуногистохимическое исследование на одном или двух лимфоузлах, для каждой больной, у которых выполнена биопсия сторожевого лимфоузла. И, безусловно, в этом есть определенные сложности пока, на данный момент. Таким образом, если это прекрасная технология, которая должна использоваться в клинической практике, но при ее проведении нужно строго следовать протоколу и, безусловно, проводить ультрастадирование, стандартное исследование удаленного сторожевого лимфоузла в этой ситуации работать не будет. Таким образом, мы просто превращаем биопсию сторожевого лимфоузла в, скажем так, биопсию лимфоузла. Нельзя применять биопсию сторожевого лимфоузла в любых ситуациях, когда, по данным предоперационного исследования и тем более интероперационной ревизии, вы видите выход опухоли за пределы матки. То есть, когда это однозначно уже не рак, ограниченный собственно только маткой. В ситуации диссиминации нет никакого смысла в оценке поражения регионарного лимфоколлектора с помощью этой технологии. В этой ситуации вы принимаете решение об удалении или неудалении лимфоузлов по клиническим показаниям. При наличии макроскопически увеличенных лимфоузлов эта технология неприменима, потому что гиперплазия лимфатических узлов при раке эндометрия практически никогда не бывает. Бывают различные трансформации лимфоузлов у возрастных больных, но это обычно четко выявляется при качественно сделанном МРТ. Рак тела матки это не рак шейки матки, это другая история, поэтому любой увеличенный лимфатический узел по данным предоперационного обследования потенциально рассматривается как узел метастатический. это все спасибо большое лимфоузла. Спасибо. Спасибо.